Всем-всем огромный привет! Хочу снять один ролик, он у меня идет по запросу, но идея мне очень понравилась. На самом деле уже и в России многие блогеры перехватили такую инициативу у иностранных девочек, которые снимают ролик под названием Project Pan. По-русски это использовать и выбросить. То есть идея этого ролика в том, что отобрать какое-то количество средств декоративной косметики, ну 10, как правило, девочки отбирают, чтобы к определенному сроку по возможности их использовать и уже выбросить. Обычно это средства, у которых может быть срок годности подходит к концу, или они уже настолько надоели, что мозолят глаза. И в общем хочется их побыстрее уже закончить и расстаться с ними. Я тоже хочу несколько средств так отобрать, но отобрала я 10. Одно в принципе я просто до кучи добавила, но пусть будет 10, так ровнее. Хочу до конца лета использовать их и расстаться. Если это получится раньше, то будет хорошо. Дело в том, что, почему мне понравилась эта идея, у меня часто одно и то же кочует из косметички в косметичку, а мне уже это показывать не хочется. Но в то же время хочется и добить. Так вот эти средства как раз, они у меня будут в отдельной косметичке стоять, и я их не буду уже показывать ежемесячно. Просто буду ежемесячно ими тоже пользоваться. Ну все, вступление сказала. Помогать мне будет вот такая вот девчонка. Давайте начнем. Начну я с тональной основы. У меня от Avon остался CC крем. Он в прошлом месяце был в косметичке. Тут вот реально осталось совсем его немножко. В нем как раз SPF 20. И на лето, в жаркую погоду, ну как на лето, вот сейчас жаркие дни начнутся, я его все-таки буду, вопреки тем тональным средствам, которые ежемесячно я использую, буду использовать его. Хочется добить. Оттенок у меня нюд. Давайте я вам его покажу. Он мне подходит. Кстати, этот крем сейчас перевыпустили. Он, по-моему, в серии Mark идет. Сейчас я вам его покажу. У меня было даже два оттенка. То есть он мне настолько нравился, что было два оттенка, и его подходили. Один я использовала до загара, второй после загара. Он хорошо ложится, слегка, ну как мне кажется, подсвечивает. Он не матирует. Вот такой вот тональный основа. Буду с удовольствием его допользовать. По бровям я покажу. Но он такой уже страшный. Поэтому мне его хочется больше добить, так как уже некрасиво смотрится. Осталась прям совсем капелька. Это от Artvisage. Очень замечательное средство. Я его рекомендую для бровей. Вот такая тут идет щеточка. Прямо вот на донышке. Осталось добить его и все. Единственный минус в таких средствах. Когда наносишь на бровь, пачкается в тональном креме. Ну, тональная основа все равно близко к брови. Когда красишь лицо. И вот кисточка пачкает. И хочется тоже добить и уже убрать. И в пару к этому средству я хочу от Avon показать вот эту палетку. Она у меня гуляет каждый месяц. Оттенок здесь. Вот он. Оттенок софт. В общем темный, да? У меня такая еще есть новая. Здесь воск уже закончился. А тени прям бесконечные и нескончаемые. Дырку я проковыряла. Так как у меня есть одна еще новая. Я думаю, что как только закончится у меня тот гель, который заменил вот этот воск, я, наверное, расстанусь уже. И открою новую, свежую. Потому что срок годности и у новой идет, и у этой уже к исходу. Поэтому, как только заканчивается гель для бровей, сразу я буду расставаться с обоими средствами. И открою наконец-то новенькую, чистенькую, с воском. И буду пользоваться. Но когда увижу от Artvisage вот такой гель, я его куплю, наверное, снова. Единственное, вот не нравится мне вот этот неприглядный вид, который становится позднее. Так, по тональному средству еще хочу добить уже от Very Me вот эту вот пудру. Забыла я кисть. Она не подходит, вот чтобы спонжем, который сюда входит, использую, потому что очень плотная текстура. У меня есть жесткая такая кисть от Mary Kay. Я ее каждый месяц показываю, наверное, в косметичках месяца. Вот той кистью жесткой очень хорошо она набирается. И единственное, что чуть-чуть колет сама кисть по лицу, она не очень хорошая. Но для этой пудры она хороша. Тут вот такой оттенок. В ней было 9 грамм. На лице она ведет себя хорошо, она матирует. Я ее даже не обновляю. Но в жару я ей не пользовалась. Нормальная пудра, но хочется добить, потому что уже тут остаточки. И суховата она, чуть-чуть суховата. Вот есть пудры, которые кистью вообще прям невозможно. Только потихонечку пуховочкой прямо они рассыпаются. А эту прям со всей силы можно давить, и она оттуда не вывалится. Двое теней отобрала. Первый от Mary Kay. Они мне не надоели. Они мне очень нравятся. Мне очень хочется проковырять дырку в них. Знаете, давайте я вам в профиле их покажу. Вот, видите, они уже такие вот прям вогнутые. И мне хочется вот как-то вот все равно это продырять. Не знаю почему, очень нравятся мне эти тени. Это мои одни из любимых. У таких теней я считаю, что срока годности нет. Потому что они не кремовые. Им ничего не делается. А так у них сроки уже подходят. Если вот по написанному. Отличные кремы. Тени. Mary Kay молодцы. Жалко, они их вывели. Они их заменили сейчас другими, но более дорогими. Эти-то были не больно дешевые. Очень красивые. И еще одни тени хочу тоже до дырки дотереть. Это Forest. Это очень дешевая марка. И высокое качество. Такой цвет. Я его очень люблю. У нас эти тени продаются. Мне хочется эти тоже максимально дотереть. Цвет не идет. И, наверное, я себе куплю новый. Видите, он даже вот весь не сходит. Вот такие красивые. Оттенок 29. 2,5 грамма вот в такой штучке. Цена невысокая. Вот палетка из 6, по-моему, оттенков в районе 150 рублей стоит. То есть очень такая приемлемая цена. И 4 средства для губ я отложила. Давайте я вам тоже их покажу. Первый это от Faberlic. Вот такой бальзам шоколадный. Это раньше была у них вот эта серия Eye to Eye. Не взяла я кисть. Ну, давайте я вот с этой стороны так. Руки специально на мыло. Вот он. Видите, какой он оттеночный. Красиво ложится. И очень-очень вкусно пахнет. У помад и у бальзамов первое, что может испортиться, это отдушка. Тут отдушка прекрасная. Очень вкусно пахнет вот этим шоколадом. Но так как сроки тоже поджимать начали, я думаю, надо ее побольше успеть поиспользовать. И к концу лета, наверное, я с ней уже расстанусь. Ну, с остаточками. Следующий бальзам я очень люблю. Он у меня почему-то бесконечный. Это от Aiven. Это какая-то сияющая серия. Видите, у меня тут половинка осталась. Хочется его тоже доиспользовать. Оттенок. Так, сейчас. Вот такой оттенок. Очень сияющий, очень красивый. Сейчас давайте посмотрим. Довольна я, что есть такой ролик на YouTube. Молодцы иностранные блогеры. Но сейчас в России тоже очень многие девочки перехватывают инициативу и тоже снимают такой ролик. Вот такой блеск. Его можно повторять. Он очень красивый. У него много сияющих таких мелких блесточек. И смотрится красиво на солнышке. Следующий блеск. Это от Color Trend от Aiven. Он красивый. Он мне нравится. Тоже, видите, я его так уничтожаю потихоньку. Но мне не нравится, что у него помимо вкусного аромата есть еще этот же вкус. Я не люблю чувствовать на губах этот вкус. Бывает, я не облизываю губы. Бывает, что аромат вот этот вот, ну, имеет вкус средства. Но в рот оно как-то не лезет. Но в рот оно как-то не лезет. Я не облизываю, мне не лезет. А этот как-то умудряется все равно проникнуть. Ну, а химический же все равно состав. Поэтому не очень хочется такое средство держать во рту. Но я его по чуть-чуть наношу. И тем не менее, потихонечку он уходит. В конце лета расстанемся мы с ним. И последняя помада, которую я вам покажу. У нее сроки годности уже поджали. Поэтому я сколько успею до конца лета. Вот ее осталось столько. Не показываю названия, потому что таких уже в Aiven нет. Их сняли с производства. Я ее положу в сумочку. Она очень красивого цвета. И буду просто ее обновлять, когда где-то гуляю. Потому что, ну, такое количество, конечно, справиться не сложно. Не так уж и много. Вот такая вот у меня программа. Положу все на своем столике. В такую красивую от New Beauty Box коробочку. И буду с огромным удовольствием дотрачивать эти продукты. Потому что, когда они закончатся, на их место можно уже купить новые и поставить, и радоваться новым средствам. Надеюсь, этот ролик был интересен, полезен. Может быть, кто-то из блогеров перехватит тоже эту инициативу. Кому-то, может, идея понравилась добить определенные средства. Особенно, девчонки, кто показывает косметички месяца. Это хорошая идея, чтобы одно и то же нам, которые на донышках продукты, не показывать ежемесячно. Нам хочется добить, и мы их в косметички пихаем. И получается, что, когда смотришь одно и то же на донышке, оно начинает надоедать. Ну, по крайней мере, вот я так реагирую, когда у девчонок вижу одно и то же. Поэтому лучше мы вот так в сторонку, мы их потихонечку добьем, потом в пустышках покажем. А в косметичках более интересные продукты. Что-то свеженькое, новенькое. То, что будет интересно смотреть нашим подписчикам. Все, наболталось. Спасибо всем огромное за внимание, за просмотр. Всем до новых встреч. Ну и всем пока.